дорогие мои друзья я вас приветствую приветствую уже все бы на кухне елена дело и лапшу досы до супа и я вот вам хочу показать значит разбила я одно куриное яйцо куриное яйцо от кур юрловский голосистых замешала тесто и от получилось о таке у нас красиво тесто прям горчичного цвета сейчас я поставлю на мукичку и мы побачим якого у нас получается цвета тесто побачьте вот даже по сравнению с морковкой с мукой якого цвета у нас тесто а вы мне говорите например пишите что лена ты кормишь курей кукурузы вот у тебя и куры желтые перепела желтые вот и желтки возможно желтые и желтые тесто того что ты даешь кукурузу дорогие мои друзья если птица у нас работает на инкубацию значит там кукурузы мы можем давать 20 процентов если у нас птица работает просто на пищевое яйцо или на мясо мы даем от 30 до 40 процентов кукурузы все на одной самой кукурузе у меня птица не содержится но так как и было заранее видео я вам показала где я даю травяную муку добавляю в корм птице я также даю морковку а также и просто сыплю им если у нас зима и застылило все у нас снигом значит можно давать просто сина имя как подстилку они пускай там перебирают и даже я показывала видео где я в кормушке ставлю как мини мясным как загорским и юрлакам давала чтобы юрлаки ели у нас траву дорогие мои друзья даже трава может дать или если у вас птичка опасается есть траву даже трава да и такие желтые красивый цвет но не можно сказать что вин ярко-желтый вот винт ближе и горчичного цвета моя даже на машу показать желтого цвета шума на желтого цвета есть такие лимонно-желтого цвета целом она вот лопаточка кухона до в участи горчичного потому что тут у нас работает раба ну все буду для супа сейчас варить варить робить суп вариться вона картошка в бульоне бультихается картошка наша в бульоне бультихается в наш датике морковку лук и лапшу каркушик не спевая не кеннер спевая развлекая нас вот бачки красивой тесто желтенькие шикарненькие 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 сейчас лена буду делать лапшу ты дужи тяжело тоже тяжело раскатывать потому что с яйца самого так вон наскільки могла настики раскатала коржик все з одного яичка юрловского но тесто туговато если я делаю лапшу на перепелиных яйцах тесто получается таки нежнее а вот с курячего воно желток густоватый и дуже-дуже тяжело раскатывать но все равно ця лапша лично для себе для своей семьи на суп будет вона чуть толще чуть тоньше все скушаем сейчас буду ризать сейчас буду ризать я вам покажу значит шо ольга будем робить спагетти или в супове лучше лапша тут мы спагетти с костюю робили як нам с маслом сливочным было вкусно будем делать лапшу будем делать лапшу значит берем вот так ножик так режим человек ленку не порезала сейчас аккуратненько порежу покажу вот я приезжала на такие полосочки и сейчас нам як сделать як нам правильнее сделать знаешь берем краешки такие краешки раз сюда то вот этим вот раз полосочкой мы сейчас так не бачу во раз припрятали о бачте мы припрятали краечек берем вот этот же краешки с правой стороны коржика во бачте я хорошо ровненько сейчас все поставим так и вот этот уже у нас это вот так сверху вот так получилось вот так получилось красиво сейчас ставим вот так на досточку прям досточку можем опа вот так досточку все если для гостей значит и бокови слева и справа можно было бы не ставить будет некрасиво если для гостей знаешь вот эти вот отрезаем и отдельно сушим и делаем для себя для гостей будет некрасиво вот и сейчас лена будет резать как я вам рассказывала можно вот так даже а можно еще раз перерезать вот так на половину и так наверное я сделаю потому что мне времени нема граться во сложу ці дві половинки опа опа ох бачите все ну чтобы у нас ничего не склеивалось ничего не склеилось значит нам надо коржик было хорошо мукичкою с присыпать потом у нас труситься и все и сейчас берем вот так ножик хороший таки гостри нож у меня мвевский нож так и раз и отрезали но левой рукой правой рукой режем кто правша кто левша левый а другой рукой мы просто вот так придерживаем тесто сейчас лена вам все покажет дорогие мои хозяйки двите как красиво лапшичка получается вообще прелесть 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 но не займется багато времени одно яйцо разбили стики лапши мы наделаем видите как она красиво ну и как красиво лапша сейчас сфокусирую сфокусирую чем сфокусирую о как красиво если мы ее отварим надо у нас желтенько в бульоне супе даже до мяска можно лапшу и просто до любого салата отварить сливочным маслом а мы эту итальянскую брали раньше до с твердых сортив пшеницы пари сами делаем вот и все и делов-то буквально скільки вообще ничего а вы вот будете кушать вот такую можно сказать селянська лапша домашняя лапша на яйцах вот google сделали запрос як дочка моя говоря як пирожки робить я кажу google помощь нема мне коли вот вот таки вы ввели google помощь як делать лапшу на перепелиных яйцах як делать у меня есть видео на перепелиных яйцах на куриных яйцах вода з одного куриного яйца скільки нам лапши буде скільки нам буде лапши ну це у нас просто бульон чуть-чуть картошки от морковка лук вот стики у нас буде лапшички вкусненький супчик приготовим сейчас вот это я чуть-чуть растелю и руками поможи мне пожалуйста вот такие чуть-чуть стряхни чтоб у нас мука ссыпалась да ну а самое лучшее взять взять если у вас есть сито яким вы муку просеваете положить усы то лапшу а щас я вам даже и покажу щас я вам покажу чтоб ця у нас мука просто не шла в суп если мы отвариваем лапшу и да все в воду там если мука 2 как красиво получается и да все в воду а в суп и он потом до супе кисель у нас если там останется вот такая мука вот такая мука ближе вспышка и получается что лучше видно муку какая умница якая молодец ну а тут у нас урожай наших куриных яиц даваны у нас были сегодня собраны тут у нас и мини мясные и загорские лососевые бачите лена подписывает загорские лососевые мини мясные справа у нас юрлаки вот получается 15 яиц снизу и вот сверху это у нас юрловские голосисты несут от такого цвета яйца там у нас загорские лососевые подписаны ну все дорогие мои друзья можно воспользоваться и заказать у лены инкубационные яйца и мать в себе в хозяйстве таких же самых шикарных рентабельных как мини мясных загорских так и крупных юрлаков и вот как вариант как нам избавиться от муки то что руками мы руками берем мы вот так в ситочку это мы муку просеем мы берем сюда лапшечку петряхиваем вот у нас не видно но есть есть вот бачите скейки муки у нас скейки у нас муки струсуется то дивана у нас если мы просто варим лапшу наш мука уйдая у нас в воду вода кисель а если в суп желательно чтоб нам мука не попадала супа буде у нас не такие прозрачные воды тяжелый не очень вкусный так просушим бульончик ай варится чуть раскидала у башки скейки муки и так продолжаем делать дальше продолжаем делать дальше вот с такой мучки у нас получилось столько муки чужим и опять сибаем как в бубин граем раз вверх 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 потом опять стороны то опять петрусим як вареники мы петрусим все вот бачите о бачите скейки муки все чисто лапша наша пиде в суп кипеть наш супчик супчики у нас что картошечка лук морковка все ручно нарезка морку тертку я морку не режу все тепер бросаю домашню лапшу селянскую домашню приготовлена собственными ручками что нам надо было в состав лапши входа у нас яйцо куриное можете утинное можете гусинное можете любое яйцо цесарки страуса любое яйцо чуть-чуть соли и можете добавить растительного масла яйцо 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 без масла ой красота а пахно як а пахно як оно возьми нам там у маны ей сухие травы дай мне пакетик травы нам надо было вообще в конце как мы выключим суп поспешила я во и сейчас у нас він закипит цей супчик и мы его выключим выключим и пускай стоять вообще у нас не развариться но вона уже будет готова потому что мвска у нас кастрюля вариться если закрыть кришкой воно уже дойде до своей готовности а соль у нас угадала соль и угадала вот и всех делов спасибо за внимание дорогие мои друзья дорогие мои подписчики может и делать лапшичку по возможности если есть у вас свободное время амини смачного всех люблю целую пока пока пока